Всем привет! Это новый выпуск раздевалки на Зенит ТВ прямиком со вторых зимних Газпром-тренировочных сборов в Дубае. Меня зовут Андрей Шаломанов. Поехали! Работаем! Вначале расскажем все самое интересное о вторых зимних сборах. Позвали ребят, чтобы помочь на случай форс-мажора. А затем в нашем специальном репортаже поведаем о тех, кто отвечает за полный порядок в команде. Семинаров нет у административных. Все приходит с опытом. Вторые Газпром-тренировочные сборы в Дубае продолжали 16 дней. За это время наши футболисты провели 6 контрольных матчей, 32 часа отрабатывали на тренировках, в среднем пробежали по 110 километров каждый и израсходовали 950 килограммов льда для восстанавливающих ванн. Обо всем этом и многом другом в нашем следующем сюжете о сборах в Объединенных Арабских Эмиратах. Вторый зимний Газпром-тренировочные сборы «Зенита» уже в 14-й раз принял гостеприимный и жаркий Дубай. Перебравшись на соседний берег Персидского залива из Катара в Оаэ, сине-бело-голубые получили три заслуженных выходных дня. Наша команда немного перевела дух, а вечером 1 февраля продолжила подготовку к возобновлению сезона. Тренировочный процесс проходил в двух разных локациях, равноудаленных от отеля, где жила команда. Утренние занятия петербуржцы проводили в хорошо известном им комплексе «Над-Аль-Шеба», принадлежащем наследному принцу Дубая. В вечерние сессии принимал один из стадионов, находящихся на балансе семикратного чемпиона Оаэ Шабаб Аль-Ахли, который, кстати, возглавляет Леонардо Жардин, португальский тренер, работавший в 2014 году в Монако и игравший против «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов. В отличие от сборов в Катаре, главной задачей которых был набор необходимых физических кондиций после отпуска, работа в Дубае была направлена на активное поддержание игрового ритма. Сократилось количество силовых занятий в тренажерном зале, увеличилось число тренировок на тактику, общекомандные взаимодействия и сыгранность. Все эти тонкости и нюансы изучал тот же состав футболистов, что и на сборах в Катаре, за исключением Евгения Кима, покинувшего расположение команды из-за травмы. А через несколько дней после начала второго тренировочного лагеря к «Сине-Бело-Голубым» присоединились пятеро футболистов молодежной команды и «Зенита-2». Аким Белохонов, Роман Ноктев, Дамир Шайхдинов, Никита Вершинин и Алексей Барановский. Пока не так много времени было у ребят, чтобы проявить себя. Естественно, 20 игроков, которые у нас были перед началом нашего тренировочного сбора, 20-21 практически, если не брать дублоса, это, конечно, недостаточно, чтобы играть по два матча за день. Поэтому мы позвали ребят, чтобы помочь на случай форс-мажора, и также им немножко почувствовать атмосферу главной команды. Если кто-то смог дебютировать, поэтому, конечно, мы рады за них. Будем смотреть во время тренировочных занятий, как они выглядят для того, чтобы получать больше игровой практики. Изначально у петербуржцев в Дубае были запланированы пять товарищеских матчей за две недели. Причем первый же игровой день, 6 февраля, состоял сразу из двух встреч. Такой насыщенный график объяснялся необходимостью дать наибольшему количеству футболистов полноценную игровую практику – по 90 минут. Утром «Зенит» играл с Екатеринбургским «Уралом», причем из-за сильной жары матч продлился меньше обычного. Клубы договорились, что второй тайм ограничится 40 минутами. Финальный свисток зафиксировал в протоколе ничейный результат – 1-1. На гол Александра Ерохина в первом тайме точным ударом после перерыва ответил Алексей Каштанов. Вечером того же дня петербуржцы встретились с девятикратным чемпионом Малайзии клубом «Джахор». Это был первый матч с малазийским соперником в истории «Синий-Белоголубых». И дебют определенно удался. «Зенит» благодаря усилиям Родригао, Малкома и Данила Козлова отличился трижды уже к исходу первого получаса игры. И снял все вопросы о победителе. До финального свистка счет 3-0 так и не изменился. В следующих двух контрольных играх противниками «Зенитовцев» были представители Армении. 9 февраля чемпионы России с минимальным счетом обыграли действующего лидера армянского чемпионата – Урарту. Забитый мяч на свой счет записал Алексей Сутармин, великолепно исполнивший штрафной удар. 10 числа петербуржцы не смогли взять верх над Араратом Армении. Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами Матео Касьеры и Джесси Акилы. Звездным гостем этого матча стал российский теннисист Карен Хачанов. Видимо, вдохновившись его приездом, сине-бело-голубые на следующий день провели максимально необычную восстановительную тренировку. Распившись на пары, устроили командный турнир в паддл-теннис. В заключительный игровой день дубайских сборов 14 февраля «Зенит» ждала вечерняя встреча с «Уралом». Однако позже в расписание команды добавился еще один утренний товарищеский матч против «Дубай-Сити». Игры получились разными по содержанию. В первой половине дня, несмотря на 31 градус жары, петербуржцы одержали разгромную победу над представителями местного футбола. Итоговый счет 8-0 общими усилиями добыли Иван Сергеев, оформивший пентатрик, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой и Аким Белохонов, забивший свой дебютный мяч в составе главной команды. Вторая встреча получилась куда более упорной по своему сюжету и результату 1-1. Напомнив первую игру с екатеринбушцами в Арабских Эмиратах, с той лишь разницей, что теперь «Урал» открыл счет, отличился Фаниль Сингатуллин, а «Зенит» отыгрался благодаря меткому выстрелу Матео Касьеры. На этом основная программа сборов была завершена. Утром 15 февраля «Синебелоголубые» провели восстановительную тренировку, а на следующий день простились с Дубаем и отправились в Иран на товарищеский матч с Исфаханским Сипаханом. Но это уже совсем другая история. На сборы «Синебелоголубые» привезли с собой более 3,5 тонн оборудования, инвентаря и экипировки. Распределены они по сотням сумок и десяткам специальных ящиков. Вот здесь, например, хранятся вымпелы команды и тренерская форма. Вот так она выглядит. Тут у нас... Где я? Что происходит? Что-то очень загадочное подписано, как «надо вернуть». Ну что ж, подготовкой и обеспечением всего инвентаря в команде занимаются администраторы. О них наш следующий сюжет. В административном штабе «Синебелоголубых» работают два человека – Антон Костровский и Алексей Фролов. Последний при этом также курирует все вопросы, связанные с бутцами футболистов. Но об этом чуть позже. Непосредственный руководитель этого крепкого бойсбенда – начальник команды Илья Горбачев, который отвечает вообще за все организационные вопросы спортивного толка. Основная задача администраторов на сборах – обеспечить команду экипировкой и инвентарем, необходимым для занятий. Звучит очень просто, скажите вы. Как бы не так. У нас сбор мы с Лехой собирали полностью для... Подготавливали все для сборов. Недели две с половиной-три. Вот в этот раз у нас получился наш багаж. Но это не только ящики, это еще чемоданы, да, личные какие-то вещи футболистов, которые тоже привозят вот чемоданы в самый последний момент, они тоже воздают его в багаж. В общем, по-моему, если я не ошибаюсь, получилось у нас 3600, по-моему, 3 тонны 600 килограмм. Ну, это какой-то рекорд мы поставили. Ну, что-то добавлялось у нас там вот эта машина-пароварка, да, которая распаривает бутсы. Она тоже поехала. Ну, там, по объему чуть больше. Ну, получилось, да, достаточно много. Но зато все взяли, все, что необходимо. Как только команда добралась до отеля, приоритетная задача администраторов – организовать кит-рум. Это будет их основным местом работы на следующие несколько недель. По большому счету, это обычный гостиничный номер, но без лишней мебели. А свободное пространство заполняется ящиками, в которых и приезжает вся экипировка. Также здесь обязательно должны быть столы, чтобы можно было раскладывать форму. Тут же номера футболистов и инициалы тренеров, дабы никто не запутался. Кстати, у Антона и Алексея есть довольно четкое разделение обязанностей. Ну, вот сейчас я перед тренировкой буду рассказывать, сколько часа, наверное, два-два с половиной. И потом перед вечерней тренировкой также. А Леха, он ездит на поле, там уже занимается инвентарем, мячами. Знаешь, так разделились. Потому что я еще раз повторю, что удобнее, когда футболист приходит после тренировки, он сразу же идет сюда в багажку брать новую форму, чистую. Вот, то есть ему не приходится ждать этого. Вот, они взяли чистенькую форму, пришли в номер, помылись, грязную форму скинули в стирку, чистую одели и пошли уже своими делами заниматься. И в этой же чистой форме едут на тренировку. Я в это время, пока он здесь работает, я нахожусь на поле, помогаю тренерскому штабу, команде. Ну, там, я не знаю, начиная от накачки мячей, там, до привозим инвентарь, да, различные там всякие манекены, палки, в которые втыкаются там различные, да, барьеры и так далее. На поле, собственно, да, привозим. Манишки, все, что необходимо для тренировочного процесса. Вот, ну, а дальше уже, когда начинается тренировка, непосредственно участвуем, там, помогаем, если нужна помощь, там, подаем мячи, не знаю, если каким-то упражнением, там, удары, допустим, да, какие-то, нужно быстро возвращать мячи, да, чтобы этот процесс не останавливался, ну, там, что-то, там, не знаю, собрать, да, какой-то инвентарь, либо, ну, все, что там, условно говоря, попросит там главный тренер или его помощники, мы, собственно, выполняем. Стандартный набор для сборов, рассчитанный на одного игрока, выглядит следующим образом. Около трех тренировочных комплектов формы, то есть шорты, футболки, кофты, подтрусники и много-много носков и гетер. Также парадные костюмы, ветровки и бутсы. Их у футболистов абсолютно разное количество, но не менее трех пар. Плюс несколько комплектов формы для товарищеских игр. Кстати, о матчах на сборах. Чаще команда переодевается в отеле, а не на стадионе. Так удобнее. В таком случае на игру едет сравнительно небольшой баул с вещами. Манишки, фишки, обязательно музыкальная колонка, некоторое количество бутс, запасные комплекты игровой формы и хлопчатобумажные футболки, чтобы игроки могли переодеться после финального свистка. Администраторы прибывают на игру заранее, чтобы расставить необходимый инвентарь на поле и помочь тренерскому штабу подготовить все для разминки. Надо сказать, что Антон и Алексей знают о предпочтениях футболистов «Зенита» примерно все. И это абсолютно необходимо для успешной работы. А вот Малков в носке. Он только в них играет, тренируется. То есть, они, видишь, они, во-первых, ну, не скользят так сильно, ну, они потолще, ему удобнее. Это Венделл и носки, но он как бы так к ним относится. Если есть, хорошо, нету, да и пофиг. Бариус тоже, он только в своих носках тренируется. Вот Бариус и носки. Вот, и тренируется, и играет. В ротари, там обязательно в поддевке у них должен быть тренировка, независимо жарко или холодно, у них должны быть поддевки с длинным рукавом. Вот, Керш, вон, там, сейчас покажу. Он всегда тренируется, помимо подтрусники одевает, он одевает эти шорты. Вот. Типа с мягкими боками, да, чтобы не отбивать. Даже вот такие мелочи, да, они очень значимые. В футболе мелочей не бывает. Иногда ребята подходят, просто говорят, что им нужно. Да, вот мне нужно это. Вот я хочу вот так, я хочу вот форму такого размера, да. Там, хочу вот, там, бутсы с такими шипами, которые знают. Ну, это обычно опытные ребята, которые уже давно играют. Это если игроков добро. Некоторые, наоборот, да, подходят за советом и советуются, там, как лучше. Если по бутсам, да, он там советуется, что лучше сделать, там, не знаю, там, если он там пятка натирает или еще что-то. Или какие шипы, какой длины поставить. Некоторые советуются. Также по форме, там, некоторые, там, с Антоном советуются, какой размер он там. То есть, ну, то есть такой процесс, на самом деле, двухсторонний. Не секрет, что каждый год спортивная индустрия, в том числе футбол, развивается и усложняется как структура. Это можно сказать и об административном штабе команд. Сейчас в каждом серьезном клубе есть сотрудники, отвечающие за экипировку. Они выстраивают отлаженную систему, согласно которой после каждой тренировки футболисты и тренеры могут скинуть грязную форму, и она мгновенно отправится в стирку. А уже через пару часов администраторы подготовят для всей команды чистые комплекты. Во многом, благодаря Антону и Алексею, спортсмены и их наставники имеют возможность сосредоточиться исключительно на своей работе. Но в конце 90-х и даже в начале нулевых все было совсем не так. Слово – легенде. Ну, а на выезде, чаще всего это был Сочи, Кавказ. Ну, там было очень просто. Это пансионаты, как правило. Централизованной стирки не было. И поэтому приходилось футболистам самим, своими руками золотыми, все это дело обслуживать. Стирали просто без стыда, как говорится. С удовольствием. А что было делать? Потому что в грязном невозможно. Постирал, значит, и успел. Может быть, подсушить каким-то путем. Выжимал. Пять человек одну рубаху выжимали. Может, так только удавалось. Ну, и, как правило же, это была такая зимняя-весенняя сессия. Получалось, что форма, там дожди постоянно. Ну, Сочи климат сырой, ничего не сохнет. Ни в какие времена, даже летом. И надо было как-то сушить. Ну, каждый придумал по-своему. Бутсы, например, набивали многие газетами. Ну, и что-то получалось подсушить. Чисто символически. Ну, грязные были какие-то кофты. Кто-то старался, в первую очередь, сверху, чтобы была надета там какая-то более-менее. А что внутри там, я извиняюсь. Возвращаемся в 2023-й. В самом начале мы сказали о том, что Алексей совмещает функции администратора и обувщика команды. То есть он решает любые вопросы футболистов, связанные с бутсами. Кстати, на Зенит ТВ есть отличный выпуск видеоблога, посвященный Лехе и его ремеслу. Ссылка в описании. А вот великая история от Антона, после которой у вас не останется ни малейших сомнений в профессионализме Алексея. Обычно, ну, как во всех клубах, администратор, он может помыть бутсы, может поменять шипы. И все. А условно говоря, вот... Блин, сейчас найду, где... А нет, наверное, парни забрали. Ну, условно говоря, вот из таких бутс сделать железные. То есть он спиливает шипы, вот, там втулки вставляет и уже делает железные шипы. То есть это никто так не сделает. Колодки там меняет. Была история... Я, наверное... Ну, Леха наверняка рассказывал про 8 марта, когда Иванович с Жирком попросили Леху, чтобы он сделал подарок для их жен. Принесли обычные бутсы. Говорят, сделай только каблук женский. И он ездил, искал эту колодку, и получилось так, вот, там даже фотографии есть, вот, реальная женская туфля. Только бутса. Вот, то есть он, я тебе говорю, он мастер на все руки. Мы общались, кстати, очень хорошо, пообщались с администратором Ювентуса в Италии, когда мы играли. Играли, и там вот мужичок лет 50, наверное, да? Вот. Слушай, вот такой он тоже занимается бутсами. Вот как я, да. И мы с ним делились какими-то секретами профессиональными. То есть это был вообще такой, знаешь, опыт очень интересный достаточно. Он мне показывал все там, раздевалку и все. И тоже мне все показал, что они, какие они шипы ставят, как они делают. Я ему показал то, что я делаю, там, то, что они не делают. То есть, ну, а вот в России, к сожалению, пока не встречался с такими ребятами. Кстати, у Лехи есть телеграм-канал «Футбол в сапогах», где он показывает свои самые интересные работы. Ссылка в описании. Но вернемся к административному ремеслу. Как два человека умудряются обеспечивать экипировкой всю команду? Это же нескончаемый поток людей, форс-мажорных ситуаций и мало ли чего еще. Тут, знаешь, самое главное – выстроить систему. То есть, если вовремя все делать, то ты будешь все успевать. То есть, конечно, если там, знаешь, вместе за все хвататься, не продумывать, там, на шаг вперед, что, когда надо что-то сделать, то, конечно, будет тяжело, и не будешь успевать это сделать. Чем отличается хороший администратор от плохого? Хороший администратор выполняет работу так, что ее не видно. Вот и вся мудрость в этом. Догадываемся, что за последние несколько минут среди вас прибавилось желающих стать администратором в футбольном клубе. Это непростая работа с колоссальным уровнем ответственности. Но мы узнали у ребят, какими качествами нужно обладать, чтобы, возможно, кто-то из вас в будущем смог стать коллегой Алексея и Антона. Необходимо быть каким-то образом находиться в футболе. То есть, либо играть, либо каким-то образом в этом процессе быть погруженным, чтобы понимать, потому что все-таки администратор – это человек, который работает с командой, который должен понимать, что в первую очередь нужно футболистам, тренерам, какие от него требования. Немаловажен язык, потому что очень многие ребята иностранцы иногда приходится с кем-то по-английски поговорить, с кем-то по-итальянски. Язык очень помогает в этой работе, скажем так. Честно, сложно сказать, как попасть, быть администратором. Доброе утро. Я начинал с академии. Сначала в академии работал администратором. Потом взяли молодежку начальником команды. Там тоже три года. И потом уже сюда. То есть такой путь. Это все опыт, да. Потому что Юрий Михайлович обучил нас с Лехой всем премудостям административного цеха. То есть благодаря ему мы с Лехой умеем выполнять свою работу. То есть таких, как курсов, семинаров нет административных. Все приходит с опытом. Ну а ответ на вопрос о том, что парни больше всего ценят в своей работе, у них единогласный. Сто процентов коллектив, общение. То есть вот это самое приятное. Общаться с людьми и с администраторами, и с тренерами, и с ребятами. Очень интересные люди. Каждый день что-то узнаешь новое для себя и взаимодействуешь. Поэтому все-таки я считаю коллектив. Теперь вы знаете чуть больше о том, как выглядит работа администраторов «Зенита» на сборах. Пишите в комментариях, о каком еще футбольном закулисье вам было бы интересно узнать. Возможно, кто-то из вас станет автором идей для нового сюжета «Раздевалки» на Зенит ТВ. Друзья, на этом наш выпуск заканчивается. А вместе с ним завершаются и вторые зимние сборы команды. Увидимся с вами совсем скоро на «Газпром-арене». Кстати, гости ближайших двух домашних матчей смогут выиграть классные призы прямо на стадионе и в том числе автомобиль. Все подробности об этом в описании под видео. А на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока.